Сорочинская ярмарка Как упоителен, как роскошен летний день в Малороссии. Как томительно жаркие те часы, когда полдень блещет в тишине и зное, и голубой неизмеримый океан с ладострастным куполом, нагнувшийся над землею, кажется, заснул, весь потонувший в неге, обнимая и сжимая прекрасную в воздушных объятиях своих. На нем ни облако, в поле ни речи, все как будто умерло. Вверху только в небесной глубине дрожит жаворонок, и серебряные песни летят по воздушным ступеням на влюбленную землю. Да изредка крик чайки или звонкий голос перпела отдается в степи. Лениво и бездумно, будто гуляющие без цели, стоят под облачные дубы, и ослепительные удары солнечных лучей зажигают целой живописной массы листьев, накидывая на другие темную, как ночь, тень, по которой только при сильном ветре прыщет золото. Изумруды, топазы, яхонты, эфирных насекомых сыплются над пестрыми огородами, осеняемыми статными подсолнечниками. Серые стога сена и золотые снопы хлеба станом располагаются в поле и кочуют по его неизмеримости, нагнувшиеся от тяжести плодов широкие ветви черешин, слив, яблонь, груш. Небо, его чистое зеркало река в зеленых гордо поднятых рамах, как полно сладострастие и негий малороссийское лето. Такой роскошью блистал один из дней жаркого августа 1800, да, лет тридцать будет назад тому, когда дорога верст за десять до местечка Сорочениц кипела народом, поспешавшим со всех окрестных и дальних хуторов на ярмарку. С утра еще тянулись нескончаемые вереницы и чумаки с солью и рыбою. Горы горшков, закутанных в сено, медленно двигались, кажется, скучая своим заключением и темнотою. Местами только какая-нибудь расписанная ярко миска или макитра хвастливо выказывалась из высоко взгроможденного на вазу плетня и привлекала умиленные взгляды поклонников роскоши. Много прохожих поглядывало завистью на высокого гончара, владельца сигн драгоценностей, который медленными шагами шел за своим товаром, заботливо окутывая глиняных своих щеголей и кокеток ненавистным для них феном. Одиноко в стороне тащился на истомленных валах воз, наваленный мешками, пенькою, полотном и разной домашнею поклажью, за которым брел в чистой полотняной рубашке и запачканных полотняных шароварах его хозяин. Ленивой рукой обтирал он, катившийся градом, пот со смуглого лица, и даже капавшись длинных усов, напудренных тем неумолимым парикмахером, который без зова является их красавицей и куроду, и насильно пудрит несколько тысяч уже лет весь род человеческий. Рядом с ним шла привязанная к возу кобыла, смиренный вид которой обличал преклонные лета ее. Много встречных и особливо молодых парубков брались за шапку, поравнявшись с нашим мужиком. Однако же не седые усы и неважный поступь его заставляли это делать. Стоило только поднять глаза немного вверх, чтобы увидеть причину такой почтительности. На возу сидела хорошенькая дочка с круглым личиком, с черными бровями, ровными дугами, поднявшимися над светлыми карими глазами, с беспечно улыбавшимися розовыми губками, с повязанными на голове красными и синими лентами, которые вместе с длинными косами и пучком полевых цветов, богатой короной, покоились на ее очаровательные головки. Все, казалось, занимало ее. Все было ей чудно, ново, и хорошенькие глазки беспрестанно бегали с одного предмета на другой. Как не рассеяться! Первый раз на ярмарке! Девушка восьмнадцать лет первый раз на ярмарке. Но ни один из прохожих и проезжих не знал, чего и стоило упросить отца взять с собою, который душою рад был бы это сделать прежде, если бы не злая мачеха, выучившаяся держать его в руках так же ловко, как он в вожже своей старой кобылы, тащившийся за долгое служение, теперь на продажу. Не угомонная супруга, мы и позабыли, что и она тут же сидела на высоте воза, в нарядной шерстяной зеленой кофте, по которой будто по горностаевому меху нашиты были хвостики красного только цвета, в богатой плахте, пестревшей, как шахматная доска, и в ситцевом цветном очипке, придававшему какую-то особенную важность ее красному полному лицу, по которому проскальзывало что-то столь неприятное, столь дикое, что каждый тотчас спешил перенести встревоженный взгляд свой на веселенькое личко дочки. Глазами наших путешественников начал уже открываться в сел. Издали уже веяло прохладою, которая казалась ощутительнее после томительного разрушающего жара. Сквозь темные светло-зеленые листья, небрежно раскиданных по лугу осокоров, берез и тополей, засверкали огненные, одетые холодом искры, и река красавица блистательно обнажила серебряную грудь свою, на которой роскошно падали зеленые кудри дерев. Своенравная, как она в те упоительные часы, когда верное зеркало так завидно заключает в себе ее полное гордость и ослепительного блеска чело, лилейные плечи и мраморную шею, осененную и темную, упавшую с русой головы по волною, когда с презрением кидает одни украшения, чтобы заменить их другими, и капризом ее конца нет. Она почти каждый год переменяла свои окрестности, выбирая себе новый путь и окружая себя новыми разнообразными ландшафтами. Ряды мельниц подымали на тяжелые колеса свои широкие волны и мощно кидали их, разбивая в брызги, обсыпая пылью и обдавая шумом окрестность. Воз, знакомый нам пассажирами, взъехал в это время на мост, и река по всей красоте и величии, как цельное стекло, раскинулась перед ними. Небо, зеленые и синие леса, люди, возы с горшками, мельницы — все прокинулось, стояло и ходило вверх ногами, не падая в голубую прекрасную бездну. Красавица наша задумалась, глядя на роскошь вида, и позабыла даже лущить свой подсолнечник, которым исправно занималась во все продолжение пути, и как вдруг слова «Ай да девчина!» поразили слухи ее. Оглянувшись, увидела она толпу стоявших на мосту парубков, из которых один, одетый по щеголевате и прочих, в белой свитке и в серой шапке решетиловских смушек, подпершись в бока, молодецки поглядывал на проезжающих. Красавица не могла не заметить его загоревшего на исполненном приятности лица и огненных очей, казалось, стремившихся видеть ее насквозь, и потупила глаза при мысли, что, может быть, ему принадлежало произнесенное слово. «Славная девчина!» — продолжал парубок в белой свитке, не сводя с нее глаз. «Я бы отдал все свое хозяйство, чтобы поцеловать ее!» А вот впереди дьявол сидит! Хохот поднялся со всех сторон, но разряженной сожительницей медленно выступавшего супруга не слишком показалось такое приветствие. Красные щеки ее превратились в огненные, и треск отборных слов посыпался дождем на голову разгульного парубка. «Чтоб ты подавился, негодяй, бурлак! Чтоб твоего отца горшком в голову стукнуло, чтоб он подскользнулся на льду! Антихрист проклятый, чтоб ему на том свете черт бороду обжег!» «Ишь, как ругается!» — сказал парубок, вытаращив на нее глаза, как будто озадачивая таким сильным залпом неожиданных приветствий. И язык у нее, у столетней ведьмы, не заболит выговорить эти слова. «Столетний!» — подхватила пожилая красавица. «Нечестивец!» «Води умойся наперед!» «Сорванец негодный! Я не видала твоей матери, но знаешь, что дрянь! И отец дрянь, и тетка дрянь!» «Столетний!» «Что у него молоко еще на губах!» Тут воз начал спускаться с мосту, и последних слов уже невозможно было расслушать. Но парубок не хотел, кажется, кончить этим. Не думая, долго схватил он комок грязи и швырнул вслед за нею. Удар был удачнее, нежели можно было предполагать, ведь новый ситцевый очипок забрызган был грязью. И хохот разгульных повес вдвоился с новою силой. Дородная щеголиха вскипела гневом. Но воз отъехал в это время довольно далеко, и месть ее обратилась на безвинную падчерицу и медленного сожителя, который, привыкнув издавна к подобным явлениям, сохранял упорное молчание и хладнокровно принимал мятежные речи разгневанной супруги. Однако ж, несмотря на это, неутомимый язык ее трещал и болтался во рту до тех пор, пока не приехали они в пригордье к старому знакомому и куму казаку Цибуле. Встреча с кумовьями, давно не видавшимися, выгнала на время из головы это неприятное происшествие, заставив наших путешественников поговорить об ярмарке и отдохнуть немного после дальнего пути. Что, Боже ты, мой Господи, чего нема на тей ярмарке? Колеса, скло, дьога, тютюн, ремень, цибуля, крамарив всякий. Так что, хоть бы в кишени было рублев из тридцать, то и тогда бы не закупил у сие ярмарки. Из малороссийской комедии Вам, верно, случалось слышать где-то валящийся отдаленный водопад, когда встревоженная окрестность полна гула и хаос чудных неясных звуков вихрем носится перед вами. Не правда ли? Не те ли самые чувства мгновенно обхватят Вас вихре сельской ярмарки, когда весь народ срастается в одно огромное чудовище и шевелится всем своим туловищем на площади и по тесным улицам кричит, гогочит, гремит. Шум, брань, мычанье, блеенье, рев — все сливается в один нестройный говор. Валы, мешки, сено, цыганы, горшки, бабы, пряники, шапки — все ярко, пестро, нестройно. Мечется кучами и снуется перед глазами. Разноголосные речи потопляют друг друга. И ни одно слово не выхватится, не спасется от этого потопа, ни один крик не выговорится ясно. Только хлопанье по рукам торгашей слышится со всех сторон ярмарки. Ломается воз, звенит железо, гремят сбрасываемые на землю доски, и закружившаяся голова недоумевает, куда обратиться. Прежий мужик наш с чернобровой дочкой давно уже толкался в народе. Подходил к одному возу, щупал другой, применивался к ценам. А между тем мысли его ворочались безостановочно около десяти мешков пшеницы и старой кобылы, привезенных им на продажу. По лицу его дочки заметно было, что ей не слишком приятно тереться около вазов с мукой и пшеницей. Ей бы хотелось туда, где под полотняными ядками нарядно развешаны красные ленты, серьги, оловянные медные кресты и дукаты. Но и тут, однако ж, она находила себе много предметов для наблюдения. Я смешила до крайности, как цыган и мужик били один другого по рукам, скрикивая сами от боли, как пьяный жид давал бабе киселя, как поссорившиеся перекупки перекидывались бранью и раками, как москаль, поглаживая одной рукой свою козлиную бороду, другую. Но вот, почувствовала она, кто-то дернул ее с зашитой рукав сорочки, оглянулась, и парубок в белой свитке с яркими очами стоял перед нею. Жилки ее вздрогнули, и сердце забилось так, как еще никогда, ни при какой радости, ни при каком горе. И чудной Любо ей показалось, и сама не могла растолковать, что делается с нею. — Не бойся, серденько, не бойся, — говорил он ей в полголоса, взявши ее руку. — Я ничего не скажу тебе худого. — Может быть, это и правда, что ты ничего не скажешь худого, — подумала про себя красавица. — Только мне чудно. Верно, это лукавый. — Сама кажется, знаешь, что не годится так, а силы не достает взять от него руку. Мужик оглянулся и хотел что-то промолвить дочери, но в стороне послышалось слово «пшеница». Это магическое слово заставило его в ту же минуту присоединиться к двум громко разговаривающим негациантам, и приковавшегося к ним внимания уже ничто не в состоянии было развлечь. Вот что говорили негацианты о пшенице. «Чи бачиш, вин, який парнища, на свите трохи есть таких, сывуху так, мол, брагу хлыща, котлярерский, Энаида». «Как ты думаешь, земляк, что плохо пойдет наша пшеница?» говорил человек, с виду похожий на заезжего мещанина, обитателя какого-нибудь местечка, пестрядивых, запачканных дегтями, засаленных шароварах, другому, синими местами уже с заплатами, свитки и с огромной шишкою на лбу. «Да думать нечего тут. Я готов скинуть на себя петлю и болтаться на этом дереве, как колбаса перед Рождеством на хате, если мы продадим хоть одну мерку. Кого-то, земляк, морочил. Привоза ведь кроме нашего нет вовсе, возразил человек пестрядивых шароварах. «Да, говорите себе, что хотите, думал про себя отец нашей красавицы, не пропускавший ни одного слова из разговора двух негациантов. А у меня десять мешков есть в запасе». «То-то и есть, что если где замешалась чертовщина, то ожидай столько проку, сколько от голодного москаля», значительно сказал человек с шишкой на лбу. «Какая чертовщина!» подхватил человек в пестрядивых шароварах. «Слышал ли ты, что поговаривают в народе?» продолжал с шишкой на лбу, наводя на него искоса своего грюмой очи. «Ну? Ну, то-то ну!» Заседатель, чтоб ему не довелось обтирать губ после панской сливянки, отвел для ярмарки проклятое место, на котором хоть тресни, ни зерна не спустишь. Видишь ли ты тот старый развалившийся сарай, что вон-вон стоит под горою? Тут любопытный отец нашей красавицы подвинулся еще ближе и весь превратился, казалось, во внимание. В том сарае то и дело, что водятся чертовские шашни, и ни одна ярмарка на этом месте не проходила без беды. Вчера волосной писарь проходил поздно вечером, только глядь, слуховое окно выставилось в свиное рыло и хрюкнуло так, что у него мороз подрал поков. того и жди, что опять покажется красная свитка. Что же это за красная свитка? Тут у нашего внимательного слушателя волосы поднялись дыбом. Со страхом обратился он назад и увидел, что дочка его и пару бог спокойно стояли, обнявшись и напевая друг другу какие-то любовные сказки, позабыв про все находящиеся на свете свитки. Это разогнало его страх и заставило обратиться к прежней беспечности. Э-э-э-э, земляк, да ты мастер, как и ж обниматься. А я на четвертый только день после свадьбы выучился обнимать покойную свою хвеську. да и то спасибо кому бывшей дружкою уже надоумил. Парбок заметил тот же час, что отец его любезный не слишком далек и в мыслях принялся строить план как бы склонить его в свою пользу. Ты верно человек добрый не знаешь меня, а я тебя тотчас узнал. Может и узнал. Если хочешь и имя и прозвище и всякую всячину расскажу. Тебя зовут Салапи Черевик. Так, Салапи Черевик. А вглядись-ка хорошенько. Не узнаешь ли меня? Нет, не познаю. Не во гнев быть сказано, на веку столь довелось наглядеться рожь всяких, что черт их и припомнит всех. Жаль же, что ты не припомнишь Голопупенкова сына. А ты будто Ахримов сын. А кто ж? Разве один только лысый дитька, если не он? Тут приятели побрались за шапки и пошло лобызание. Наш Голопупенков сын, однако ж, не теряя времени, решился в ту же минуту осадить нового своего знакомого. Ну, Солопей, вот, как видишь, я и дочка твоя полюбили друг друга, так что хоть бы и навеки жить вместе. Что ж, Поразка, сказал черевик, обратившись и смеясь к своей дочери, может, и в самом деле, чтобы уже, как говорят, вместе и того, чтобы паслись на одной траве. Что, по рукам? А ну-ка, новобранный зять, давай Магарычу. И все трое очутились в известной ярмарочной ресторации под ядкой у жидовки усеянной многочисленной флотилии сулей, бутылей, шляжек всех родов и возраст. Эх, ват, за это люблю, говорил червик, немного подгулявший и видя, как нареченный зять его налил кружку величиной с пол кварты и, немало не поморщившись, выпил до дна, хватив потом ее в дребезги. Что скажешь, Параска, какого я жениха тебе достал, смотри, смотри, как он молодецки тянет пенную. И, посмеиваясь и покачиваясь, побрел он с нею к своему возу, а наш парубок отправился по рядам с красными товарами, в которых находились купцы даже из гадячей мир города, двух знаменитых городов полтавской губернии, выглядывать по лучшую деревянную люльку в медной щегольской оправе, светистый по красному полю платок и шапку для свадебных подарков кестью и всем, кому следует. Хоть человекам не они есть, так когда женщина видит что есть, так нужно угодить Котляревский. Ну, жинка, а я нашел жениха дочки. Вот как раз до того теперь, чтобы женихов отыскивать. Дурень, дурень, тебе верно и на роду написано остаться таким. Где ж таки ты видел? Где ж таки ты слышал, чтоб добрый человек бегал теперь за женихами? Ты подумал бы лучше, как пшеницу с рук сбыть. Хорош должен быть и жених там. Думаю, оборваннейший из всех голодрабцев. Хе, как бы не так. Смотрел бы ты, что там за парубок. Одна свитка больше стоит, чем твоя зеленая кофта и красные сапоги. А как сивуху важно дуи. Черт меня возьми вместе с тобой, если я видел на веку своем, чтобы парубок духом вытянул пол кварты не поморщившись. Ну так, ему, если пьяниц это бродяга, так и его масти. Бьюся в заклад, если это не тот самый сорванец, который увязался за нами на мосту. Жаль, что до сих пор не попадется мне, я бы дала ему знать. Что ж, хивря, хоть бы и тот самый, чем же он сорванец? Э, чем же он сорванец? Ах, ты, безмозглая башка, слышишь, чем же он не сорванец? Куда ж ты запрятал дурацкие глаза свои, когда проезжали мы мельницы? Ему хоть бы тут же перед его запачканным в табачище носом нанесли жинки его бесчестье, ему бы и нуждочки не было. Все, однако же я не вижу в нем ничего худого. Парень хоть куда, только разве что заклеил на миг образину твою навозом. Э, да ты, как я вижу, слова не дашь мне выговорить. А что это значит? Когда это бывало с тобой? Верно успел же хлебнуть, не продавши ничего? Тут черевик наш заметил и сам, что разговарив и разговарив чересчур и закрыл в одно мгновение голову свою руками, предполагая без сомнения, что разгневанная сожительница не замедлит вцепиться в его волосы своими супружескими когтями. Туда к черту, вот тебе и свадьба, думал он про себя, уклоняясь от сильно наступавшей супруги. Придется отказать доброму человеку ни за что, ни про что. Господи Боже мой, за что такая напасть на нас грешных и так много всякой дряни на свете, а ты еще и жинок наплодил. Не хилыся, я вороньку, ще ты зелененький, не журыся, казаченьку, ще ты молоденький. Малороссийская песня. Рассеянно глядел парубок в белой свитке, сидя у своего воза, наглухо шумевший вокруг него народ. Усталое солнце уходило от мира, спокойно пропылав в свой полдень и утро. Неугасающий день пленительно и ярко румянился. Ослепительно блистали верхи белых шатров и яток, осененные каким-то едва приметным огненно-розовым светом. Стекла, наваленных кучами оконниц, горели, зеленые фляжки и чарки на столах у шинкарок превратились в огненные, горы дынь, арбузов и тыкв казались вылитами из золота и темной меди. Говор приметно становился реже и глуша и усталые языки перекупок мужиков и цыган ленивее и медленнее поворачивались. Где-то начинал сверкать огонек и благовонный пар отворившихся галушек разносился по утихавшим улицам. «О чем загорюнился Рыцко?» скричал высокий загоревший цыган, ударив по плечу нашего парубка. «Что ж, отдавай валы за двадцать». «Тебе бы все валы да валы, вашему племени все бы корысть только, поддеть да обмануть доброго человека». «Тьху, дьявол, на тебя не на шутку забрало. Уж не с досады лишь, что сам навязал себе невесту?» «Нет, это не по-моему, я держу свое слово, что раз сделал, тому и навеки быть. На бутух рыча черевика нет совести, видно, и на пол шелега. Сказал, дай назад, но его и винить нечего, он пень, дай полно. вся эта штуки старой ведьмы, которую мы сегодня с хлопцами на мосту ругнули на все бока. Эх, если бы я был царем или паном великим, я бы первый перевешал всех тех дурней, которые позволяют себя седлать бабам. А спустишь волов за двадцать, если мы заставим черевика отдать нам по-разку. В недоумении посмотрел на него Грицко. В смуглых чертах цыгана было что-то злобное, язвительное, низкое и вместе высокомерное. Человек, взглянувши на него, уже готов был сознаться, что в этой чудной душе кипят достоинства великие, на котором одна только награда есть на земле — веселиться. Совершенно провалившийся между носом и острым подбородком рот, вечно осененный извительной улыбкой, небольшие, но живые, как огонь, глаза и беспрестанно меняющиеся на лице молнии предприятий и умыслов. Все это как будто требовало особенного, такого же странного для себя костюма, какой именно был тогда на нем. Этот темно-коричневый кафтан, прикосновение к которому, казалось, превратило бы его в пыль, длинные, ввалившиеся по плечам охлопьями черные волосы, башмаки, надетые на босые загорелые ноги. Все это, казалось, приросло к нему и составляло его природу. Не за двадцать, а за пятнадцать отдам, если не солжешь только, отвечал парубок, не сводя с него испытующих очей. За пятнадцать, ладно, смотри же не забывай, за пятнадцать, вот тебе и синица в задаток. Ну, а если солжешь, солгу, задаток твой. Ладно, ну, давай же по рукам, давай. От беда роман и де, от тепер якраз насадить мені бебехів, та й вам, пане Хомо, небезлиха буде. Из малороссийской комедии. Сюда, Афанасий Иванович, вот тут плетень пониже, поднимайте ногу, да не бойтесь. Дурень мой отправился на всю ночь с кумом под вазы, чтобы москалин на случай не подцепили чего. Так грозная сожительница черевика ласково ободряла трусливо лепившегося около забора Поповича, который поднялся, скоро на плетенье, долго стоял в недоумении на нем, будто длинное страшное привидение, измеривая оком куда бы лучше спрыгнуть и, наконец, шумом обрушился в бурьян. «Вот беда! Не ушиблись ли вы? Не сломили ли еще, Боже, обороня шеи?» лепетала заботливая хиври. «Ничего, ничего, любезнейшая хавроня Никифоровна!» болезненно и шепотно произнес Попович, подымаясь на ноги, выключая только уязвление со стороны крапивы, всего змееподобного злака по выражению покойного отца протопопа. «Пойдемте же теперь в хату, там никого нет, но я думала было уже Афанасий Иванович, что к вам болячка, или Сонешница пристала? Нет, да и нет. Каково же вы поживаете? Я слышала, что пан-отцу припало теперь немало всякой-всячи. Сущая безделица, хавроня Никифоровна, батюшка всего получил за весь пост мешков пятнадцать, ярового, проса, мешка четыре, к нишей сотню, а кур, если сосчитать, то не будет и пятидесяти штук, яйца же в большей части протухлые. Воистину сладостное приношение сказать примерно единственно от вас предстоит получить, хавроня Никифоровна, продолжал Попович, умильно поглядывая на нее и подсовываясь поближе. Вот вам и приношение, Афанасий Иванович, проговорила она, ставя на стол миски и жеманно застегивая свою, будто не нарочно расстегнувшуюся кофту, варенички, галушечки пшеничные, пампушечки, торченечки. Бьюсь а в заклад, если это сделано нехитрейшими руками из всего Эвина рода, сказал Попович, принимаясь за топченечки и подвигая другой рукой в варенички. Однако, хавроня Никифоровна, сердце мое жаждет от вас кушанье послаще всех пампушечек и галушечек. Вот я уже не знаю, какого вам еще кушать не хочется, Афанасий Иванович, ответила водородная красавица, притворяясь непонимающей. Разумеется, любви вашей несравненной с хавроней Никифоровной, шепотом произнес Попович, держа в одной руке вареник, а другой обнимая широкий стан ее. Бог знает, что вы выдумываете, Афанасий Иванович, сказала Хивре, стыдливо потупив глаза свои, чего доброго вы, пожалуй, затеете еще целоваться. насчет этого я вам скажу хоть бы и про себя, продолжал Попович, в бытность мою примерно сказать еще в бурсе, вот как теперь помню. Тут послышался во дворе лай и стук ворота. Хивре поспешно выбежала и возвратилась вся побледневшая. Ну, Афанасий Иванович, мы попали с вами. Народу стучится куча, и мне почудился кумов голос. Вареник остановился в горле Поповича. Глаза его выпилились, как будто какой-нибудь выходец с того света только что сделал ему перед тем визит свой. — Полезайте сюда! — кричала испуганная Хивре, указывая на положенные под самым потолком на двух перекладинах доски, на которых была навалена разная домашняя рухля. Опасность предала духу нашему герою, опамятовшись, немного вскочил он на лежанку и полез оттуда осторожно на доски, а Хивре побежала без памяти к воротам, потому что стук повторялся в них с большей силою и нетерпением. «Та тут чудо сие мось панэ» из малороссийской комедии. На ярмарке случилось странное происшествие. Все наполнилось слухом, что где-то между товаром показалась красная свитка. Старухе, продававшей бублики, почудился в сатана в образине свиньи, который беспрестанно наклонялся над вазами, как будто искал чего. Это быстро разнеслось по всем углам уже утихнувшего табора. И все считали преступлением не верить, несмотря на то, что продавщица бубликов, в которой подвижная лавка была рядом с ядкой в шинкарке, раскланивалась весь день без надобности и писала ногами совершенное подобие своего лакомого товара. К этому присоединились еще увеличенные вести о чуде, виденном волосным писарем в развалившемся сарае. Так что к ночи все теснее жались друг к другу, спокойствие разрушилось и страх мешал всякому сомкнуть глаза свои, а те, которые были не совсем храброго десятка и запаслись ночлегами в избах, убрались домой. К числу последних принадлежал и черевик с кумом и дочкою, которые вместе с попросившимися к ним в хату гостьми произвели сильный стук, так перепугавший нашу хиврю. Кума уже немного поразобрала. Это можно было видеть из того, что он два раза проехал своим возом по двору, пока нашел хату. Гости тоже были в веселом расположении духа и без церемонии вошли прежде самого хозяина. Супруга нашего черевика сидела как на иголках, когда принялись они шарить по всем углам хаты. «Что кума?» скричал вошачий кум. «Тебя все еще трясет лихорадка?» «Да, не здоровится», отвечала хивря, беспокойно поглядывая на накладенные под потолком доски. «А ну, жена, достань-ка тому в вазу баклажку», говорил кум, приехавший с ним жене. «Мы черпнем ее с добрыми людьми. Проклятые бабы понапугали нас так, что и сказать стыдно. Ведь мы ей богу браться по пустякам приехали сюда». Продолжал он, прихлебывая из глины на кружки. «Я тут же ставлю новую шапку, если баба мне вздумалась посмеяться над нами. Да хоть бы и в самом деле сатана. Что сатана? Плюйте ему на голову. Хоть бы сию же минуту вздумалась ему встать вот здесь, например, передо мною. Будь я собачий сын, если не поднес бы ему дулю под самый нос». «Отчего же ты вдруг побледнел весь?» закричал один из гостей, превышавший всех головой и старавшийся всегда выказывать себя храбрецом. «Я? Господь с вами? Приснилось?» В гости усмехнулись. Довольная улыбка показалась на лице речистого храбреца. «Куда теперь ему бледнеть?» подхватил другой. «Щеки у него расцвели как мак. Теперь он не цибуля, а буряк. Или лучше сама красная свитка, которая так напугала людей». Баклашка прокатилась по столу и сделала гостей еще веселее прежнего. Тут черевик наш, которого давно мучила красная свитка и не давала ни на минуту покоя любопытному его духу, приступил к куму. «Скажи, будь ласков, кум, вот прошусь, да и не допрошусь истории про эту проклятую свитку». «Э, кум, оно бы не годилось рассказывать на ночь, да разве уже для того, чтобы угодить тебе и добрым людям, при всем обратился он к гостям, которым я примечаю столько же, как и тебе хочется узнать про эту диковину. Но быть так, слушайте же». тут он почесал плеча, утерся полою, положил обе руки на стол и начал. «Раз за какую вину, ей-богу, уже не знаю, только выгнали одного черта из пекла». «Как же кум прервал черевик, как же могло это статься, чтобы черта выгнали из пекла? Что ж делать, кум? Выгнали, да и выгнали, как собаку мужик выгоняет из хаты. Может быть, на него нашла блажь сделать какое-нибудь доброе дело, ну и указали двери? Вот черту бедному так стало скучно, так скучно по пекле, что хоть до петли, что делать? Давай с горя пьянствовать, но гнездился в том самом сарае, который, ты видел, развалился под горой, и мимо которого ни один добрый человек не пройдет теперь, не оградил наперед себя крестом святым, и стал черт такой гуляка, какого не сыщешь между порубками? С утра до вечера то и дело, что сидит в шинке. Тут опять строгий черевик прервал нашего рассказчика, но Бог знает, что говоришь ты, кум, как можно, чтобы черта впустил кто-нибудь шинок, ведь у него же есть, слава Богу, и когти на лапах, и рожки на голове. Вот то-то и штука, что на нем была шапка и рукавицы. Кто его распознает? Гулял, гулял, наконец, пришлось до того, что пропил все, что имел с собой. Шинкарь долго верил, потом и перестал. Пришлось черту заложить красную свитку свою, чуть ли не в треть цены, жиду, шинковавшему тогда на сорочинской ярмарке. Заложил и говорит ему, смотри, жид, я приду к тебе за свиткой ровно через год, береги ее, и пропал, как будто в воду. Жид рассмотрел хорошенько свитку, сукно такое, что и в миргороде не достанешь, а красный цвет горит как огонь, так что не нагляделся бы. Вот жиду показалось скучно дожидаться срока, почесал себе пейсики и содрал с какого-то приезжего пана мало не пять червонцев, а сроки жиды позабыл было совсем. Как вот раз под вечерок приходит какой-то человек, ну, жид, отдавай свитку мою, жид сначала было и не познал, а после как раз глядел, так и прикинулся, будто в глаза не видал. Какую свитку? У меня нет никакой свитки. Я знать не знаю твоей свитки. Тот глядь и ушел. Только к вечеру, когда жид, заперши свою конуру и пересчитавши по сундукам деньги, накинул на себя простыню и начал по-жидовски молиться Богу, слышит шорох. Глядь, во всех окнах повыставлялись свиные рыла. Тут в самом деле послышался какой-то неясный звук, весьма похожий на хрюканье свиньи. Все побледнели. Пот выступил на лице рассказчика. Что произнес в испуге черевик? Ничего, отвечал кум, трясясь всем телом. Ась, отозвался один из гостей. Ты сказал? Нет. Кто же это хрюкнул? Ну, Бог знает, чего мы переполошились. Никого нет. Все боязливо стали осматриваться вокруг и начали шавить по углам. Хиврия была ни жива, ни мертва. Эх, вы, бабы, бабы, произнесла она громко, вам ли казаковати быть мужьями? Вам бы веретено в руки, да посадить за гребень. Один кто-нибудь может прости Господи, под кем-нибудь скамейка заскрепела, а все и метнулись, как полуумные. Это привело в стыд наших храбрецов и заставило их ободриться. Кум хлебнул из кружки и начал рассказывать далее. Жит обмел. Однако аж свиньи на ногах длинных, как ходули, повлезали в окна и мигом оживили жида плетеными тройчатками, заставив его плясать повыше вот этого сволока. Жит в ноги признался во всем, только свитки нельзя уже было воротить скоро. Пана обокрал на дороге какой-то цыган и продал свитку в Переокупке. Та привезла ее снова на Сорочинскую ярмарку, но с тех пор уже никто ничего не стал покупать в ней. Переокупка дивилась, дивилась и, наконец, смекнула. Верно, виной всему красная свитка, недаром надевая ее, чувствовала, что ее всю давит что-то. Не думая, не гадая, долго бросила в огонь, не горит бессовская одежда. Э, да это чертов подарок! Переокупка умудрилась и подсунула ввоз одному мужику, вывезшему продавать масло. Дури не обрадовался, только масла никто и спрашивать не хочет. Эх, недобрые руки подкинули свитку. Схватил топор и изрубил ее в куски. Глядь, и летит один кусок к другому, и опять целая свитка. Перекрестившись, хватил топором в другой раз, куски разбросал по всему месту и уехал. Только с тех пор каждый год и как раз во время ярмарки черт свиною личиной уходит по всей площади, хрюкает и подбирает куски своей свитки. Теперь, говорят, одного только левого рукава не достает ему. Люди с тех пор открещиваются от того места, и вот уже будет лет с десяток, как не было на нем ярмарки. Да нелегкое дернуло теперь заседателя от. Другая половина слова замерла на устах рассказчика. Окно брякнуло с шумом, стекла звеня вылетели вон, и страшная свиная рожа выставилась, поводя очами, как будто спрашивая, а что вы тут делаете, люди добрые? Пиджал хвист, мов собака, мов Каин затрусився увесь, из носа потыкла табака. Хотлерятский Энаида Ужас оковал всех находившихся в хадь. Кун с разинутым ртом превратился в камень. Глаза его выпучились, как будто хотели выстрелить. Разверстые пальцы остались неподвижными на воздухе. Высокий храбрец в непобедимом страхе подскочил под потолок и ударился головой об перекладину. Доски посунулись, и Попович с громом и треском полетел на землю. Ай-яй-яй, отчаянно закричал он, повалившись на лавку в ужасе и болтая на ней руками и ногами. Спасайте, горланил другой, закрывшись тулупом. Кун, выведенный из своего окаменения вторичным испугом, пополз в судорогах под подол своей супруги. Высокий храбрец полез в печь, несмотря на узкое отверстие, и сам задвинул себя заслонкою, а черевик, как будто облитый горячим кипятком, схвативший на голову горшок вместо шапки, бросился к дверям и как полуумный бежал по улицам, не видя земли под ногами. Одна усталость только и заставила его уменьшить немного скорость бега. сердце его колотилось, как мельничная ступа, пот лил градом, без неважения готов же был он упасть на землю, как вдруг послышалось ему, что сзади кто-то гонится за ним. Дух у него занялся. Черт, черт, кричал он без памяти, утрояя силы, и через минуту без чувств повалился на землю. Черт, черт, кричало вслед за ним, и он слышал только, как что-то с шумом ринулось на него. Тут память от него улетела, и он, как страшный жилец тесного гроба, остался нем и недвижим посреди дороги. «Ще спереду и так и так, а сзаду ей же ей на черта» из простонародной сказки. «Слышишь, влас?» говорил, приподнявшись ночью один из толпы спавшего на улице народа. «Возле нас кто-то помянул черта!» «У мне какое дело?» проворчал, подтягиваясь, лежавший возле него цыган. «Хоть бы всех своих родичей помянул!» Но ведь так закричал, как будто давят его. «Мало ли чего человек не соврет с просонья!» «Ну воля твоя! хоть посмотреть нужна!» «А вырубико огня!» Другой цыган ворча про себя поднялся на ноги, два раза осветил себя искрами, будто молниями, раздул губами труд и с каганцом в руках обыкновенную малороссийскую светильню, состоящую из разбитого черепка, налитого бараньим жиром отправился, освещая дорогу. «Стой! Здесь лежит что-то! Свети сюда!» Тут пристало к ним еще несколько человек. «Что лежит, влас?» «Ну так, как будто бы два человека, один наверху, другой нанизу, который из них, черт, уже и не распознаю». «А кто наверху?» «Баба?» «Ну вот это что и есть черт!» Всеобщий хохот разбудил почти всю улицу. «Баба влезла на человека!» «Ну верно, баба это знает, как ездить!» говорил один из окружавшей толпы. «Смотрите, бракцы!» говорил другой, поднимая черепок из горшка, которого одна только уцелевшая половина держалась на голове черевика. «Какую шапку надел на себя этот добрый молодец?» Увеличившийся шум и хохот заставили очнуться наших мертвецов. Салопия и его супругу, которые полны прошедшего испуга, долго глядели в ужасе неподвижными глазами на смуглые лица цыган, озаряясь светом, неверный трепетно горевшим, они казались диким сонмищем гномов, окруженных тяжелым подземным паром в мраке непробудной ночи. Сур то би пэк то би сатанын ске наваждение из малороссийской комедии. Свежесть утра веяла над пробудившимися сорочинцами. Клубы дыму со всех труп понеслись навстречу показавшемуся солнцу. Ярмарка зашумела. Овцы заблеяли, лошади заржали, крик гусей и торговок понесся снова по всему табору. И страшные толки про красную свитку, наведшие такую робость на народ в таинственные часы сумерек, исчезли с появлением утра. Зевая и потягиваясь, дремал черевик у кума под крытым с соломой сараем, между валов, мешков муки и пшеницы и, кажется, вовсе не имел желания расстаться со своими грезами, как вдруг услышал голос, так же знакомый, как у бежища лени, благословенная печь его хаты или шинок дальней родственницы, находившейся не далее десяти шагов от его порог. «Вставай, вставай!» дребезжала на ухо нежная супруга, дергая его изо всей силы за руку. Черевик вместо ответа надул щеки и начал болтать руками, подражая барабанному бою. «Сумасшедший!» закричала она, уклоняясь от взмаха руки его, которую он чуть было не задел ее по лицу. Черевик поднялся, протер немного глаза и посмотрел вокруг. «Враг, меня возьми, если мне, голубка, не представилась твоя рожа барабаном, на котором меня заставили выбивать зарю словно москаля те самые свиные рожи, от которых, как говорит кум, полно, полно тебе чепуху молоть. Ступай, веди скорей кобылу на продажу. Смех права людям. Приехали на ярмарку и хоть бы горсть пеньки продали». «Как же Жинка подхватил Солопий?» «С нас ведь теперь смеяться будут. Ступай, ступай!» «С тебя и без того смеются». «Ты видишь, что я еще не умывался», продолжал черевик, зевая и почесывая спину и стараясь, между прочим, выиграть время для своей лени. «Вот не кстати пришла блажь быть чистоплотным. Когда это за тобой водилось? Вот рушник, оботри свою маску». Тут схватила она что-то свернутое в комок и с ужасом отбросила себя. Это был красный обшла к свитке. «Ступай, делай свое дело», повторила она, собравшись с духом своему супругу, увидев, что у него страх отнял ноги и зубы колотились одином другой. «Будет продажа теперь», ворчал он сам себе, отвязывая кобылу и ведя ее на площадь. «Недаром, когда я сбирался на эту проклятую ярмарку, на душе было так тяжело, как будто кто взвалил на тебя дохлую корову и валы два раза сами поворачивали домой. Да чуть ли еще, как вспомнил я теперь, не в понедельник мы выехали. Ну вот и зло все. Неугомоненный черт проклятый, носил бы уже свитку без одного рукава. Так нет, нужно же добрым людям не давать покою. Будь примерно я черт, чего оборони Боже, стал ли бы я таскаться ночью за проклятыми лоскутьями? Тут философство не нашего черевика прервано было толстым и резким голосом. Пред ним стоял высокий цыган. «Что продаешь, добрый человек?» Продавец помолчал, посмотрел на него с ног до головы и сказал со спокойным видом, не останавливаясь и не выпуская из рук узды. «Сам видишь, что продаю?» «Ремешки?» спросил цыган, поглядывая на находившуюся в руках его узду. «Да, ремешки, если только кобыла похожа на ремешки. Однако ж, черт возьми, земляк, ты, видно, ее соломою кормил». «Соломою?» Тут черевик хотел было потянуть узду, чтобы провести свою кобылу и обличить во лжи бесстыдного поносителя, но рука его с необыкновенной легкостью ударилась в подбородок. Глянул, в ней перерезанная узда и к узде привязанный о ужас! Волосы его поднялись горою, кусок красного рукава свитки. Плюнув, крестясь и болтая руками, побежал он от неожиданного подарка и быстрее молодого парубка пропал в толпе. «За мое жжито та мэне и побыто!» пословица. «Лови! Лови его!» кричало несколько хлопцев в тесном конце улицы, и червик почувствовал, что схвачен вдруг дюжими руками. «Вязать его! Это тот самый, который украл у доброго человека кобылу!» «Господь с вами! За что вы меня вяжете?» Он же спрашивает, «А за что ты украл кобылу у приезжего мужика черевика?» ума спятили вы, хлопцы, где видано, чтобы человек сам у себя крал что-нибудь?» «Старые штуки! Старые штуки! Зачем бежал ты во весь дух, как будто бы сам сатана за тобой по пятам гнался? По неволе побежишь, когда сатанинская одежда! Э, голубчик, обманывай других этим! Будет еще тебе от заседателя за то, чтобы не пугал чертовщиной людей! «Лови! Лови его!» послышался крик на другом конце улицы. «Вот он! Вот беглец!» И глазам нашего червика представился кум в самом жалком положении, заложенными назад руками, ведомы несколькими хлопцами. «Чудеса завелись!» говорил один из них. «Послушали бы вы, что рассказывает этот мошенник, которому стоит только заглянуть в лицо, чтобы увидеть вора!» Когда стали спрашивать, отчего бежал он как полуумный, полез, говорит, в карман понюхать табаку и вместо тавлинки вытащил кусок чертовой свитки, от которой вспыхнул красный огонь, а он давай бог ноги. «Да это из одного гнезда обе птицы, виза тих обоих вместе». «Чим люди добрые так оце я провинився? За что глузуете, сказав наш неборак? За что знущаетесь вы надо мною так? За что, за что, сказал, та и попустил патьоки, патьоки гирких слез, взявшися за боки. Артемовский гулаг панто-собак. «Может, и в самом деле, кум, ты подцепил что-нибудь?» спросил черевик, лёжа, связанный вместе с кумом под соломенной ядкой. «И ты туда же, кум, чтобы мне отсохнули руки и ноги, если что-нибудь когда-либо крал, выключая разве вареники с сметаной у матери, да и то ещё, когда мне было лет десять отроду. За что же это, кум, на нас напасть такая? Тебе ещё ничего, тебя винят, по крайней мере, за то, что у другого украл. Но за что мне несчастливцу недобрый поклёп такой, будто у самого себя стянул кобылу? Видно, нам, кум, на роду уже написано не иметь счастья. Горе нам! сироком бедным. Тут оба кума принялись всхлипывать навзрыд. «Что с тобою, салопий?» сказал вошедший в это время Грицьку. «Кто это связал к тебе?» «А, голопупинка, голопупинка!» закричал, обрадовавшись салопий. «Вот, кум, это тот самый, о котором я говорил тебе. Эй, хват, вот бог убей меня на этом месте, если не высуслил при мне кухоль мало не с твою голову и хоть бы раз поморщился. Что ж ты, кум, так не уважил такого славного парубка? Вот как видишь, продолжал черевик, обратясь к Грицьку. Наказал бог, видно, за то, что променился перед тобою. Прости, добрый человек, ей, богу, рад был бы сделать все для тебя. Но что прикажешь? Старучий дьявол сидит. Я не злопамятен, салотый. Если хочешь, я освобожу тебя. Тот он мигнул хлопцем, и те же самые, которые сторожили его, кинулись развязывать. Зато и ты делай как нужно. Свадьбу, да и попируем так, чтобы целый год болели ноги ангопака. Доброе, вот доброе, сказал Салопий, хлопнув руками. Да мне так теперь сделалось весело, как будто мою старуху москали увезли. Да что думать, годится или не годится так сегодня свадьбу, да и концы в воду. Смотришь, Салопий, через час буду к тебе. А теперь ступай домой, там ожидают тебя покупщики твоей кобылы и пшеницы. Как? Разве кобыла нашлась? Нашлась. Черевик от радости стал неподвижен, глядя вслед уходящему Грицьку. Что Грицько? Худо мы сделали свое дело, сказал высокий цыган спешившему порубку. Валы ведь мои теперь? Твои, твои. Не бейся, матинка, не бейся, в червоні чобітки обуйся, топчи вороги під ноги, щоб твої підківки брящали, щоб твої вороги молчали. Свадебная песня. Под перши локтем хорошенький подбородок свой задумалась поразка, одна сидя в хаті. Много грез обвивалось около русой головы. Иногда вдруг легкая усмешка трогала ее алые губки, и какое-то радостное чувство подымало темные ее брови, а иногда снова облако задумчивости опускало их на карие светлые очи. Ну что, если не сбудется то, что говорил он, шептала она с каким-то выражением сомнения? Ну что, если меня не выдадут? Если нет, нет, этого не будет. Мачеха делает все, что ей не вздумается. Разве я не могу делать того, что мне вздумается? Упрямство-то и у меня достанет. Какой же он хороший! Как чудно горят его черные очи, как Люба говорит он парасю, голубка, как пристала к нему белая свитка, еще бы пояс поярче. Пускай уже, правда, я ему вытку, как перейдем жить в новую хату. Не подумай без радости, продолжала она, вынимая из пазухи маленькое зеркало, обклеенное красной бумагой, купленное ею на ярмарке, и глядясь с него с тайным удовольствием. Как я встречусь тогда где-нибудь с нею, я ей ни за что не поклонюсь, хоть она себе треснет. Нет, мачеха, полно колотить тебе свою падчерицу, скорее песок зайдет на камни, и дуб погнется в воду, как верба, нежели я нагнусь перед тобою. Да, я и позабыла, дай примерить очипок, хоть мачехин как-то он мне придется. Тут встала она, держа в руках зеркальце, и наклоняясь к нему головой, трепетно шла по хате, как будто бы опасаясь упасть, видя под собою вместо полу потолок с накладенными под ним досками, с которых не звинулся недавно попович, и полки, уставленные горшками. Что я в самом деле будто дитя, скричала она, смеясь, боюсь ступить ногою, и начала притопывать ногами, все, чем далее, смелее. Наконец, левая рука ее опустилась и уперлась в бок, и она пошла танцевать, побрякивая подковами, держа перед собой зеркало и напевая любимую свою песню, зелененький барвиночку стелись низенько, а ты милый чернобривый присунься близенько, зелененький барвиночку стелись еще ниже, а ты милый чернобривый присунься щеблыща. Черевик заглянул в это время в дверь и, увидя дочь свою танцующую перед зеркалом, остановился. Долго глядел он, смеясь невиданному капризу девушки, которая, задумавшись, не примечала, казалось, ничего. Но когда же услышал знакомые звуки песни, жилки в нем зашевелились, гордо подбоченившись, выступил он вперед и пустился в присядку, позабыв про все дела свои. Громкий хохот кума заставил обоих сдрогнуть. Вот хорошо, батька с дочкой затеяли здесь сами свадьбу. Ступай же скорее, жених пришел. При последнем слове поразка вспыхнула ярче алой лентой, повязывавшей ее голову, обеспеченный отец ее вспомнил, зачем пришел он. Ну, дочка, пойдем скорее, хивля с радостью, что я продал кобылу, побежала, говорил он, боязливо оглядываясь по сторонам, побежала закупать себе плахты, дерюк всяких, так нужно до прихода ее все кончить. Не успела поразка переступить за порог хаты, как почувствовала себя на руках парубка в белой свитке, которой с кучей народа выжидал ее на улице. «Боже, благослови», сказал черевик, складывая им руки, «пусть их живут, как венки вьют». Тут послышался шум в народе. «Я скорее тресну, чем допущу до этого», кричала сожительница Солопия, которая, однако, с хохотом отталкивала толпа народа. «Не бесись, не бесись, жимка», говорил хладнокровный черевик, видя, что пара дюжих цыган овладела ее руками. «Что сделано, то сделано. Я переменять не люблю». «Нет, нет, этого не будет», кричала хивря, но никто не слушал ее. Несколько пар обступило новую пару и составили около нее непроницаемую танцующую стену. Странное, неизъяснимое чувство овладело бы зрителем при виде, как от одного удара смычком музыканта в сельмяжной свитке с длинными закрученными усами все обратилось волею и неволею к единству и перешло в согласие. Люди, на угрюмых лицах которых, кажется, век не проскальзывала улыбка, притапывали ногами и вздрагивали плечами. Вот все неслось, все танцевало, но еще страннее, еще неразгаданнее чувство пробудилось бы в глубине души при взгляде на старушек, на ветхих лицах которых веяло равнодушием могилы, толкавшихся между новым смеющимся живым человеком, беспечные, даже без детской радости, без искры сочувствия, которых один хмель только как механик своего безжизненного автомата заставляет делать что-то подобное человеческому. Они тихо покачивали охмелевшими головами, подплясывая за веселящимся народом, не обращая даже глаз на молодую чету. Гром, хохот, песни слышались тише и тише. Смычок умирал, слабее, теряя неясные звуки в пустоте воздуха. Еще слышалось где-то топанье, что-то похожее на ропот отдаленного моря, и скоро все стало пусто и глухо. Не так ли радость прекрасная и непостоянная гостья улетает от нас и напрасно одинокий звук думает выразить веселье? В собственном эхе слышит уже он грусть и пустыню и дико внемлет ему. Не так ли резвые други бурной вольной юности поодиночке один за другим теряется по свету и оставляет наконец одного старинного брата их скучно оставленному и тяжело и грустно становится сердцу и нечем помочь ему. и нечем и нечем